является нелегитимным. Но остается фактом, что европейские лидеры этот режим последовательно поддерживали и поддерживают. Этот режим не смог бы возникнуть, если бы не позиция Эштон, Борозу, Фюле, министров иностранных дел Европы, лидеров европейских государств. Конечно, это не первый раз в истории, когда лидеры европейских государств выращивают нацизм, а затем и фашизм. Так было в период Мюнхенского сговора в 1938 году, когда они благословили Гитлера. И, к сожалению, история учит европейских лидеров, видимо, только тому, что она ничему не учит. Возникает вопрос, зачем Европа это делает в лице своих лидеров. Когда еще до введения санкций мне пришлось встречаться в Берлине с наиболее объективными представителями немецкого парламента и чиновниками Министерства иностранных дел, они мне на ушках говорили, ну ты же понимаешь, это не мы, это американцы нас заставляют, американцы от нас требуют. Мы ничего не можем сделать. Я говорю, как вы, суверенная страна, Германия, ничего не можете сделать против американского давления. Ну да, вот мы такие, такие наши политики, такая наша традиция. И вообще у нас военные базы американские, мы вообще не освободились от американской оккупации. Так в кулуарах немецкие политики вам скажут, оправдывая невнятную позицию Германии в вопросе поддержки неофашистов в Киеве. Совершенно очевидно, что все факты говорят о том, что изначально нацистский режим, а теперь уже и фашистское украинское государство формировались и формируются под прямым руководством Соединенных Штатов Америки, точнее спецслужб США, их агентов влияния. И реальным президентом Украины является не господин Порошенко, а является американский посол в Киеве. Продолжение следует...